Привет, с вами Алекс Гетч. На World Wide Developers Conference 2014 нам продемонстрировали богатую и функциональную OS X 10.10.10 Yosemite. Нам показали только парочку интересных фишек и, конечно, не открыли весь функционал системы, поскольку таким образом презентация длилась бы уж не два часа. Сегодня я хочу показать одну из, на первый взгляд, незаметных функций – возможность записи экрана любого iOS-устройства посредством штатного плеера QuickTime. Сейчас множество ютуберов, снимающих ролики об Apple, пишут все происходящее на экране устройства через сторонние приложения. Одно из них – рефлектор. Но оно, как в принципе все его аналоги, работает не всегда корректно, постоянно что-то лагает и в итоге не всегда получается достичь желаемого результата. Финальная версия Yosemite выйдет на осенней презентации от Apple вместе с обновленной iOS 8, однако я не смог удержаться, чтобы поскорее не установить эту пусть еще и сырую, но такую неизведанную новую операционную систему на свой iMac. Чтобы поделиться впечатлениями, я был просто обязан показать своим подписчикам обзор всех интересных возможностей этого апдейта. В дополнение к этому обзору, сегодня мы рассмотрим уникальную возможность новой OS X записывать все происходящее на экране iOS девайса. Начать пользоваться этой возможностью можно после первого запуска системы. Открываете QuickTime Player, который входит в стандартную поставку OS X, в верхней панели выбираете файл «Новая видеозапись». Подключаем iOS девайс через провод Lightning к компьютеру. В сентябре увидим, будет ли это очередной маркетинговый ход от Apple, или они все-таки проявят щедрость в этом вопросе и оставят такую радость пользователям со старыми девайсами. А было бы вдвойне круто, если бы они добавили это новшество в версию плеера QuickTime для Windows. Тут все просто и понятно. В выпадающем меню выбираем в разделах «Камера и микрофон» свой девайс. В разделе «Качество» можно поменять качество записываемого видео. Если выбрать максимальное, то получим HD-ролик, который вам не стыдно будет загрузить для общего обозрения на YouTube. Хотя, когда, например, хотите отправить кому-то инструкцию, записанную с экрана iPhone, то можно и писать и в меньшем качестве. Жмете кнопку записи, и QuickTime Player начинает запись экрана. Программа будет показывать в реальном времени размер записываемого видео. После остановки записи заходим в меню «Файл сохранить» или на красный крестик вверху в левом углу окна приложения. Сохраняем полученное видео на жесткий диск или любым другим методом, который предлагает плеер. Можно отправить ролик через e-mail, сообщение, airdrop. Да, вообще есть много вариантов, доступна даже прямая загрузка на YouTube. Но если вы видеоблогер и хотите, чтобы ваш выпуск выглядел впечатляюще, сохраните файл на жесткий диск и смонтируйте его в Final Cut Pro X. По той причине, что у меня OS X Yosemite Developer Preview, тестовая версия, а на ней программа для обработки, к сожалению, не работает, к финальной версии все обязательно поправят, а может в новой финалке не просто добавят поддержку Yosemite, а и представят обещанный дизайн. Я перехожу на OS X Mavericks, там у меня есть Final Cut Pro X, тут создаю проект и начинаю обрабатывать записанный экран. Добавляю туда фон, на котором будет вставлена картинка iOS устройства, картинку девайса, куда мы будем вставлять запись. Обязательно качаем в расширении PNG, чтобы было без белых полос по бокам. И теперь скажите мне, пожалуйста, зачем куда-то идти, если все есть в удобном нам месте, причем способ бесплатный. Ладно, за рефлектор заплатить 13 долларов еще можно, но там же будет полно глюков, а проблемой тому служит связь с устройством через Wi-Fi, тут же все напрямую через кабель Lightning. И думаю, устройство наподобие Blackmagic Intensity Extreme за 300 долларов не каждому будет по карману. Тут, как я уже говорил ранее в этом видео, добавить поддержку Windows к этой возможности и вообще цены этому всему делу не будет. С вами был Алекс Гетч, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, пишите в комментариях, в каких случаях вы будете использовать запись экрана iOS устройства, ставьте пальцы вверх, делитесь этим видео, оставайтесь на связи, никуда не уходите, пока!